Из рейса, бывало, вернёшься в город, понятно, первым делом в чайную, перехватить чего-нибудь, но, конечно, и сто грамм выпить с устатка. К этому вредному делу, надо сказать, я уже приспросился как следует. И вот один раз вижу в озе чайной этого парнишку, на другой день опять вижу. Этакий маленький оборвыш, личико всё в арбузном соку, покрытом пылью, грязный как прах, не чёсанный, а глазёнки как звёздочки ночью после дождя. И до того он не полюбился, что я уже чудное дело, начал скучать по нём, спешу из рейса поскорее его увидать. Около чайной он и корм, и кормился, кто что даст. На четвёртый день прямо из совхоза, кружённый хлебом, подворачиваю к чайной. Парнишка мой там сидит на крыльце, ножками болтает, и по всему, видать, голодный. Высунулся я в окошко, кричу ему, «Эй, Ванюшка, садись скорее на машину, прокачу на элеватор, а оттуда вернёмся сюда, пообедаем». Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крыльца, на подножку скарабкался, и психо так говорит, «А вы откуда знаете, дядя, что меня Ваней зовут?» И глазёнки широко раскрыл, ждёт, что я ему отвечу. Но я ему говорю, что я, мол, человек бывалый, и всё знаю. Зашёл он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой, поехали. Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался, и нет-нет, да и взглянет на меня из-под длинных своих загнутых кверху ресниц. Вздохнёт такая мелкая птаха, а уже научился вздыхать. Его ли это дело? Спрашиваю, где же твой отец Ваня? Шепчет, погиб на фронте. А мама? Маму бомбой убила в поезде, когда мы ехали. А откуда вы ехали? Не знаю, не помню. И никого у тебя тут родных нету? Никого. А где же ты ночуешь? А где придётся? Закипела тут во мне горючая слеза. И сразу я решил, не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать. Возьму его к себе в дети. И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю. Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой? Он и спросил, как выдохнул. Кто? Я ему и говорю так же тихо. Я твой отец.